Бог ее любит, Бог берет свое слово, благодать. Помолимся Богу. В Божье время тоже Бог придает их семье и детей. Хорошая тренировка веры и молитвы. Только для их семьи, для нас всех. Будет молиться и благословлять их семью. Давайте прочитаем сегодняшнее слово. Немножко длинное, но я думаю, надо читать, потому что это слово Бога. Мою проповедь можно не слушать, но слово Бога обязательно прочитайте. Хорошо? В очереди со мной. 7, 8, 9 глава. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Он создал саранчу в начале произрастения, поздней травы. И это была трава после царского покоса. И было, когда она, пусть жива, если саранчу на земле, И Господь Божий, пощадив, как нам стоил ягод, он очень мал. И пожалел Господь о том, не будет всего, сказал Господь. Такое видение открыл мне Господь Бог. Вот Господь Бог проразберялся с саранчу в огонь, И Он поджал великую пучину, поджал частью в день. И сказал я, Господи Божий, останови, как устоит Яков, он очень мал. И пожалел Господь о том, не этого не будет, сказал Господь Бог. Такое видение открыл Он мне. Вот Господь стоял на отвесной стене, и в руке у Него свинцовый отвес. И сказал мне Господь, что ты видишь, Абус, я ответила, отвес. И Господь сказал, Бог положил отверстие народа моего Израиля, мне буду более прощать его. И опустошены будут жертвенные высоты Исаака, и разрушены будут святилища Израилев, и восстану с мечом против дома Иеравана. И вот так говорит Абус, от меча умрет Иераван, а Израиль непременно отведет, будет пленным и земли к Слаим. И сказал Абус и Абусу, проедите, спадите и удадите в землю к Иеравану. Там есть человек, и там пророчество. А в Вифиле больше не пророчество, ибо он святыня царя и дом царский. И отвечал Абус и сказал Абусе, я не пророк и не сын пророка, я был пастух и собрался на море. Но Господь взял меня от овец и сказал мне, Господь, иди, пророчествуй к народу моему Израилю. Теперь, выслушаясь, слово Господне, ты находишься в пророчество на Израиле, и не вознеси слово на дом Исаака. За это вот что говорит Господь. Жена твоя будет обесчищена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча, земля твоя будет разделена межевую веру, а ты умрешь в земле нечистой, и Израиль непременно выведен будет из земли своей. Такое поведение открыл мне Господь Бог, вот корзина со спелыми плодами. И сказал, что ты видишь, Абус? Я ответил, корзину с спелыми плодами. Тогда Господь сказал мне, крест спел, конец народу моему Израилю, не буду более прощать. Пиши нищих токов, кто не длинно прощатся, в рыдание, говорили за столь Бог, многому перед другом на всяком месте будут касать их молча. Вы слушайте это, алчущие позлатить бедных и поубить нищих. Вы, которые говорите, когда мы пройдем на полуния, чтобы нам не давать вверх, и словно, чтобы открыть жительницы, уменьшить меру, увеличить цену стихия и обманывать вверх и вешать. Чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обувь, а высеньки из хлеба продавать. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней? Взволнуется она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река египетская. И будет издал день, говорит Господь Бог, произведу стакат солнца в молнии и обращу землю среди светлого дня. И обращу праздники ваши в сетовании, и все песни ваши в плач, и возложу на все чресла в ретище и плешь на всякую голоду, и произведу в стране плач, как о единственном сыне, и конец ее будет, как горький день. И вот наступает в день, говорит Господь Бог, «Когда я обращу на землю голод, не голод в небо, не жажду воды, но жажду слышания слов Господнего». И будут ходить от моря до моря, и скитаться от севера к востоку, ища Слово Господне, и не найдут его. В тот день, в даме, будут обращаться красивые девы и юноши, которые клянутся грехом самарийскими и говорят, «Жив Бог твой дан, и жив путь в Версалии». Они падут и уже не встанут. «Видел я Господа, стоящим над жертвенником, и он сказал, «Ударь металлоку над воронами, чтобы потрясись соседей, и обрушить их на голову всех их. Оставить же из них, я поражу мечом, не уничтожить их никто, не уничтожить их, но все за из них никто, желающий спастись». «Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их, хотя бы взошли на небо, и оттуда свергну их». «И хотя бы они скрылись на вершине фарминого, и там отщу и возьму их, хотя бы сокрылись от речей морей на дне моря, и там побелю московым змею и извести их». «И если пойдут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их, обращу на них очи мои на беду им, а не во благо». «Ибо богоствор Бог самового краснется земли, и она расставит, и восплачет все же мужчинами, и порнеет со всякого подвека, и отпустится к подвека и гильская». «Он устроил в горнее чертоги свои на небесах, и свод свой трепил на земле, призывает воды морские и изливает их по лицу земли». «Господь, имя Ему». «И не наполив, как святые, и охлял, и вы придет и нашли издали, так говорит Господь. «И не наполив, как святые, и земли, и в скольких, и земля, из которой я в ряду с миром». «Вот очи Господа Бога на грешное царство, и я истреблю Его с лица земли, но дом Якова не совсем истреблю, говорит Господь». «И не наполив, как святые, и в дом израил, и во всем народам, как святые, и святые, и не одно и падают на землю». «Отмеча умрут все грешники из народа моего, которые говорят, «Не постигнет нас, и не придет к нам это бедствие». «Отмеча умрут все грешники, и в доме я упадшую, заделывая грешеные дни и разрушенная постановлю, и устрою ее, как недвенние». «Чтоб они овладели остатками дома и всеми народами, между которыми возвестится имя Мое», говорит Господь, волящееся сие. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахар застанет еще жмеца, а топчущий виноград в севере, и горы из Торча будут виноградный сок, и все толмы потекут». «И возвращу из плена народ мой, Израиль, и застроят опустевшие города, и поселятся в них, насадят виноградники и будут пить вино из них, разведут сады и станут есть плоды из них». «И в отборю их на земле, и они не будут боясь задаемость, из них смотри, которые я дополню, говорим, Господь Бог, Бог». Аминь. Давайте вместе прочитаем ключевой стих, одиннадцатый. Девятой главы, одиннадцатый стих. Начнем. «Тот день я восстановлю синию травидов упавшую, заделаю трещины в ней, и эта душа я восстановлю, и устрою ее, как в дни древние». Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим за Твое Слово, которое Ты открываешь нам. Молимся, чтобы этот уже Дух Святой дал нам мудрость свыше. Он открыл наше сердце, чтобы это Слово касалось нас. Через это Слово мы тоже могли восстанавливать истинное поклонение Тебе. благословили эту проповедь и говорит уже к нам через это Слово. Молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Мы уже слушали несколько проповедей по книге Амос. И Бог взывал к Своему народу. Помните сначала, что Бог говорил? Слушайте Слово Семь. А потом прошлое проповедей. Что еще было? Защите Господа и будете живы. Бог открыл им путь к жизни. Но, как мы видим, они не покаялись. Поэтому в сегодняшнем отрывке Бог показывает Амосу пять видений об их суде над ними. Но в конце очень удивительно. Господь дает обещание о восстановлении падшей с Кимикаритовой. Через это мы можем видеть, что Господь не желает их погубить. Наоборот, Он хочет, чтобы они покаялись в своих грехах и не попали на страшные сутки. Я верю, что цель нашего изучения книги Амоса заключается в этом же. Для того, чтобы мы все попали на суд. А для того, чтобы мы покаялись, мы восстанавливали наши отношения с Богом и мы получили Его славное царство. Аминь. Давайте посмотрим на седьмую главу. Начало седьмой главы. Бог в этих главах открывает судьбу Израиля через пять разных видений. Первое видение было таким. Амос видел большое поле в самом начале жад вор урожая. Но случилось что-то страшное. Налетела саранча, уничтожила все подчистую. Ничего не осталось. Амос сразу понял, что Господь решил через голод уничтожить Израиль. Поэтому он тут сейчас стал хадатайствовать. Господи Боже, пощади, как устоит Яков, он очень мал. И удивительно, Бог услышал его и отменил суд. Второе видение было похоже. Огромный огонь, который пожрал великую пучину, то есть океан. даже часть земли. Пророк опять понял, что это видение говорит о полном уничтожении Израиля. Он опять молился на основе милости Господа. Господи Божие, останови, как устоит Яков. Он очень мал. И сейчас Господь пожалел и опять отменил суд. Чему мы можем здесь учиться у Амоса? Он был истинным пастырем для своего народа. Он знал сердце Бога. Когда другие священники, как мы видим дальше, они пили вино с царем, делали свой бизнес, Амос ходатайствовал за Агнцев перед его народом. Господь слышит молитву такого пастыря и даже меняет свое решение. нам также нужно учиться так молиться за наших Агнцев, за наших сотрудников. Обычно мы молимся о Боже, хорошо, что Ты нам наказываешь. Сильнее, пожалуйста. Он такой гордый. Обычно так или нет? Нет. Слава Богу. Бывает такое? Бывает? Кого-то может, кого-то мы не любим. мы так можем молиться. Но нам надо молиться как Амос. Господи Божия, пощади. Он очень, например, он потерял работу, очень страдает. Как он устоит? Или, например, Господи Божия, останови. Он страдает из-за греха. Как он устоит, если ты не пожалеешь? Наш Господь тоже не жестокий исполнитель закона. Наш Господь любит миловать. Он наш добрый Отец, чье сердце горит любовью к своим детям. Поэтому Богу очень приятно слушать такую молитву. Дальше мы видим, третий видение уже немножко отличается. Посмотрите, седьмой стих. Господь стоял на отвесной стене, и в руке у него был свинцовый отвес. Обычно строитель сравнивает то, что он построил с отвесом. Стандарт. И когда он видит, что стена неровная, он разрушает и строит панно ровно. Это видение значит, что Израиль тоже стал духовно кривым, как кривая стена. И Господь собирается судить их по истине. Каким будет результат этого суда? Жертвенные высоты будут опустошены, святилища будут разрушены, весь дом Иеравама погибнет от меча. Интересно, в этом видении мы уже не видим ходатайства Амоса. Как вы думаете, почему? То есть, перед этим Израиль уже избежал двух язв благодаря его молитве. Амос видел подвес, он понял, насколько тяжелыми и серьезными стали грехи Израиля. Он понял, что дальнейшие язвы неизбежны. в 10-м стихе появляется некто Амасия. Он был священник из Вифиля, одного из главных мест поклонения Израиля. Он был священник, но что он делал? Посмотрите, вместо того, чтобы переживать и ходатайствовать за народ перед лицом суда Бога, он стал обвинять Амоса перед Иеравамом, царем израильским. Он говорил, Амос производит возмущение против тебя среди дома Израиля. Земля не может терпеть всех слов его. Ибо так говорит Амос, отмечал умрет Иеравам, а Израиль непременно отмечен пленным из Иеравама. В 10-м стихе это написано. Почему он так поступал? Для Амасии кто является главой для Амасии? Для него не Бог глава. А он служил царю. Он служил мирской власти вместо Бога. И он угождал человеку, который разрешал ему заниматься прибыльным религиозным бизнесом. Амасия даже с Амосом пытался договориться, запугивая его. Он сказал, в 12-13 стихе, он сказал, «Провидец, пойди и удались землю Иудину, там ешь хлеб и там пророчество, а в Вифиле больше не пророчество, ибо он святыня царя и дом царский». То есть если обычными словами это моя территория, тут я собираю деньги, ты и там, на своем месте пророчество. Что это говорит о нем? Его священническая должность была его способом зарабатывать и не больше того. Он служил Богу ради прибыли и делал очень хороший бизнес на этом служении. Хотя он занимал самую духовную должность в Израиле, но мы видим, он был самый близким человеком из всех. А почему вдруг автор рассказывает нам историю об Амасии? Амасия это духовный лидер того времени. Его состояние прямо показывает духовное состояние Израиля. Израиль действительно стал кривым, чрезвычайно кривым духовно. Именно поэтому Бог уже не может не судить его. Но также священник Амасия заставляет нас смотреть на себя. Потому что Библия говорит, что каждый из нас является царственным священством. Перед Богом мы все царственное священство. Мы стали учениками, пастырями. Почему? И потому что нас наняли на работу и платят зарплату. Правильно? Потому что Бог спас каждого из нас Свою кровью. И Он призвал нас для служения всемирной миссии. Аминь. 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 И мы служим только одному истинному царю Иисусу. Правильно. Однако у нас тоже могут быть некоторые элементы Амасии. Я не думаю, что кто-то из нас, конечно, служит ради денег. Но очень вероятно мы можем служить ради своих амбиций, ради признания людьми, ради утверждения собственной власти. Некоторые могут просто ожидать, что Бог обязан меня благословить, если я ходил в церковь. Некоторые так думают. Когда мы ищем в церкви какую-либо личную выбору, вместо истинного преклонения и благоговения перед Богом, тогда мы легко становимся аммасией нашего времени. Но если мы пасты и ученики Иисуса неправильно стоим духовно, как тогда наше поколение может избежать суда Бога? Никак. Посмотрите, что отвечал Амас Амаси 14-15 стих. Оказывается, он не родился в семье пророка, а был простым крестьянином. Он служил не за зарплату, а потому что Господь призвал его от овец и дал ему миссию пророчествовать народу Израиля. И теперь уже сам Амасия должен был выслушать Слово Бога. Посмотрите на 16-17 стихи. Теперь выслушай Слово Господне. Ты говоришь, не пророчествуй на Израиля, не произноси слов на дом Исаака. За это вот что говорит Господь. Жена твоя будет обесчищена в городе, сыновья и дочери твои падут от веча, земля твоя будет разделена неживой вербью, а ты умрешь земле нечистой. И Израиль непременно выведен будет земли своей. Все, что Амасия считала своим благословением, Бог превратил в проклятие. После этого Бог показал Амасу четвертое видение, корзину со стрелыми плодами. Это видение значит, что уже пришло время урожая, уже пришло время суда. Суд Бога будет очень-очень скоро. И перед лицом этого суда Амас начал обречать их, говоря, вы слушайте, посмотрите на 8 главу 4-6 стихи. Вы слушайте это, алчущее погротить бедных и погубить нищих. Вы, которые говорите, когда-то пройдет новолуние, чтобы нам продавать хлеб, и суббота, чтобы открыть житницы, уменьшить меру, увеличить цену сикля и обманывать неверными лесами, чтобы покупать неимущих за серебро и бедных за пару обуви, а высевки из хлеба продавать. Обычно кто хочет поглотить бедных? Обычно это неверующие люди, неверующая власть, безбожная власть, они хотят поглотить бедных. Но тут написано, что в то время это делали верующие, которые ходят в храм, соблюдая новолуние субботу. Они во время богослужения что делали? Что они делали во время богослужения? Работают. Они строят бизнес-план, да? Когда идет проповедь, это время, о, хорошее время. Можно продумать, как уменьшить меру сикля, да, что там, уменьшить меру, увеличить цель сикля, обманывать неверными лесами. Как еще, а, вот этого бедного человека, как сейчас обманывать, чтобы все забрать? Как еще от этого забрать? Это то, о чем они думали во время богослужения. Здесь написано, что Бог по истине вовеки не забудет ни одного из таких слых дел. В седьмом стихе, видите? Бог ненавидит таких людей. Богу не нравится, когда мы думаем о бизнесе во время богослужения. Это факт. Во время богослужения мы должны сосредоточиться на слове Бога, потому что это единственный путь в жизни. Дальше Амос предупреждает Израиль об очень страшном бедствии, землетрясении, которого раньше не бывало. Не поколеблется ли от этого земля, и не восплачет ли каждый живущий на ней. Взволнуется вся она, как река, и будет подниматься и опускаться, как река Египетская. Это было настолько сильное землетрясение, что о нем вспоминали еще и спустя почти 400 лет. Это будет как закат солнца в полдень и враг среди светлого дня. Тогда все праздники превратятся в горькие причитания, и все их песни в плач. В тот день суда у Израиля будет такой же великий плач, который раньше был у египтян во время смерти первенца. Именно если мы смотрим на всю книгу Амоса, именно когда Амос увидел вот это сильное землетрясение в дении, он написал эту книгу для Израиля, желая предупредить их. Однако самая большая трагедия Израиля это будет жажда и голод Слово Бога. Слово Господне было пищей и питьем для Израиля начиная с исхода. На Бог каждую ней давал пищу. Однако они больше не получат его. Посмотрите на одиннадцатый стих. Давайте вместе прочитаем 8-я глава. Начнем. Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда я пошлю на землю голод, не голод крема, не жажду воды, но жажду слышания Слово Господне. Этот стих не говорит о том, что у них появилось духовное желание к Слову Бога. А он говорит о том, что Бог полностью отвернется от них. Мы видим, до сих пор Бог еще говорит к ним. Он говорит им, слушайте Слово Си, защите Господа, будете живы. Да? Бог до сих пор Бог говорит, но из-за их жестокосердия и непослушания Бог прекратил всякое общение с ними. И вот это отсутствие Слова Бога самое страшное бедствие. Именно отсюда начинается всякий хаос, бессмысленность, блуждание, жажда, грех. Всякое разложение начинается отсюда. Об этом очень хорошо написано в стихах с 12 по 14. Без Слова Бога люди будут блуждать как пьяны, не находя направления жизни. И в тот день упадут от жажды красивые девы и юноши. Они погибнут от грехов и отчаяния, от бессмысленности жизни. Подумайте только, у них было много хороших храмов, много известных священников, у них было много разных собраний, праздников, мероприятий, однако у них будет голод и жажда слышания слов Господня. Почему у них произошла эта трагедия? Во-первых, потому что они потеряли чистоту веры и служили и Богу, и Вау. Посмотрите на 14 стих. Они приносили жертву Господу перед золотым кельцом, и они клялись этими идолами, которые там стояли. Одним словом, они служили и Богу, и Мамония, и Богу, и Деньгам. Во-вторых, они перестали ценить слово Бога, и не считали его отсутствия бедствия. Поэтому наступит время, когда они уже никак не смогут слышать голос Бога. Бог просто оставит их обхватки. Именно так и произошло. И эта жажда продолжалась в земле Самарии в течение целых 750 лет. Помните, в городе самарийском, называемом Сихарь, была одна женщина, которая очень страдала от жажды и голода по слову жизни. Она имела пять мужей и одного любовника, но ее жажда усугублялась еще больше и больше. Пока в один жаркий день ее не встретил Иисус. Иисус, который сам есть слово Бога. Она сразу не знала, куда идти поклоняться Богу. На Гору Самарийскую или Иерусалим. Тогда что Иисус ей говорил? Иисус объяснил ей. Настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу, Духе и Иисусу.